смотрите какой хлеб внутри нежнейши просто обалдение же как пух посмотрите всем привет друзья захотелось пока ч решила приготовить делюсь с вами рецептом вот здесь у меня взвешено 500 грамм муки рецепт как всегда оставлю вам под видео пока ч сегодня готовлю на дрожжах у меня кстати есть рецепт на дрожжах и на закваски ну вот сегодня готовлю почему бы не поделиться с вами дрожжи добавляю две столовые ложки масла две столовые ложки масла первая ложка была не очень полная и добавляю воду здесь у меня 400 миллилитров но я добавлю нас как немножко стала потому что непонятно сколько воды возьмет мука тесто должно бы такой знаете мягкая жидкая вся вода ушла наверное можно было еще добавить нет я думаю что нормально отлично все вся вода ушла и больше тоже не нужно смотрите чтобы на дне миски не было сухой муки это все в принципе тесто готово теперь нужно дать ему подняться поставлю тесто в теплое место на полчаса не забудем пленочкой накрыть скоро вернусь прошло полчаса друзья обратите внимание какое тесто консистенции или какой консистенции тесто и сейчас мы его с вами растянем оно нежнейшее его нужно растянуть и сложить несколько раз вытягиваете и складываете конвертиком смотрите какое тесто липкое поэтому руки советую смачивать водой берите тесто прямо с самого низа еще один раз тесто свернул сложу все оставлю тесто в теплом месте еще на полчаса потом вернусь вот друзья прошло еще полчаса посмотреть как шикарно выглядит тесто я его еще раз растяну обалденнейшее тесто и сложу я думаю что вы знаете для чего мы это делаем для тех кто забыл напомню что таким образом мы усиливаем развитие глютена и решетка тесто будет намного плотнее тесто будет лучше держаться лучше подниматься лучше держать форму и плюс к этому вот эти вот смотрите пузырьки углекислого газа который образуется в тесте они будут как бы задерживаться в этой решетке и мякиш будет намного нежнее и пышнее с большими дырочками для того чтобы сделать например чебату нужно несколько раз сложить хлеб то есть тесто а не хлеб и тогда у вас будут хорошие такие большие дырочки так ну что теперь я переложу тесто на счет смотреть какой липко сейчас я его переложу форму вот в такой форме я буду выпекать хлеб и я ее помыла и насухо вытерла сюда нужно добавить много масла то есть дно должно быть полностью покрыто вообще друзья имеете ввиду что покача конечно это чем больше масло тем лучше покача скажем так без масла это не покача сейчас мы с вами тесто выложим сверху можно тесто полить не пугайтесь друзья я когда смотрел рецепты покача меня тоже вот это количество масла очень напрягало но так оно и должно быть кстати вот этот рецепт он практически такой же как у меня уже есть на канале у меня есть похоже ли практически такой же рецепт вот и вот я смотрела последнее видео там просто тесто плавало в масле вот так теперь я сверху полью чтобы тесто не прилипало так его слегка смажем обратите внимание что я вас сильно не обминаю чтобы она как бы не потеряла свой углекислый газ вот так и теперь накрою его пленочкой чтобы тесто еще поднялось слегка примерно полчасика вот так друзья теперь я его сверху накрою пленкой и оставлю на полчасика отдохнуть еще раз подняться кстати вот такой лайфхак друзья видите да поймали вот так пленочку но по краям вот тут можно и не обязательно просто ее нужно хорошо растянуть и вот здесь пленка пленку закрепить вот такими вот прищепками короче ну вы поняли да если у вас тесто смазано маслом то оно к пленке не прилипнет и так на полчаса в теплое место чтобы тесто отдохнуло слегка поднялась потом продолжим кстати друзья фокаччо можно ну я говорю начинка но это вот то что сверху до выкладывать на фокаччо все что у вас есть можно выкладывать на нее если есть черри помидоры вот мы например очень любим мелкие помидорчики просто сверху немножко базилика сушеного или свежего и получается отличная фокаччо у меня нет свежих помидорчиков сегодня поэтому я взяла вот такие вот в масле вот это у меня покупные чуть-чуть осталось а вот эти это мои собственные которые я делала в прошлом году вот немножко здесь осталось еще и я использую эти тоже рецепт есть на канале кстати посмотрите друзья очень вкусно и вот такой солью еще посыплю сверху и будет отлично розмарин суперский если есть розмарин свежий можете розмарином еще тоже посыпать тоже очень вкусно все до связи друзья возможно даже этих помидорчиков не хватит я помельче нарежу посмотрим по ходу событий кстати друзья никогда не выливайте оставшееся масло из любых любых консервов помидоров сыра никогда не выливайте вот эта масса но отлично идет в любые салаты у вас получится готовая заправка уже просто поливайте любой салат и даже делать ничего не нужно не нужно готовить никакую заправку режьте как вам удобно вот эти видите они помидоры очень крупные поэтому я их режу помельче еще попробую порежу а мои помидоры очень мелкие даже резать не нужно вот так вот и все и сверху еще фокачу полью высказывает из рук вот этим же маслом полью еще сверху все друзья до встречи вкусно моих все равно вкуснее что друзья ручки помыли давайте соберем нашу покачу посмотрите какая она нежная пушистая и теперь мы с вами сделаем вот что ручки макнем в масло и распределим фокачу по форме старайтесь чтобы тесто было распределено равномерно тогда фокача пропечется достаточно равномерно кстати вот от центра края но по условиях остановилась вот так теперь сверху посыпем помидорчиками масло тоже сюда помидоры желательно так знаете распределить равномерно так и так же их вжать в тесто так сверху я так масло перемешаю потому что там внутри очень много зелени и слегка пролью так вот немножечко сверху чтобы был вкус вот этих помидорчиков все друзья теперь включаю духовку на 250 градусов как только она нагреется ставлю покачу в духовку на 15-20 минут я люблю чтобы она была хрустящая ну если любите такую знаете не очень поджаристую то 15 минут вполне достаточно до связи кто из вас кричал посыпь солью я услышала чуть не забыла все кто напомнил спасибо все друзья духовка моя готова ставлю покачу в духовку без этого как я уже сказала на 15-20 минут духовка нагреток до 250 градусов и еще кстати друзья чуть-чуть сбрызну водой чтобы была корочка получше ой друзья какой запах просто суперски я еще поставлю на пару минут в духовку да я думаю что еще пару минут так ну что друзья по моему все нормально все готовы теперь нужно покачу вынуть из формы и переложить на решетку дать и остыть и потом порежем ну что друзья давайте порежем посмотрим что у нас смотрите какой хлеб внутри нежнейшие просто обалденнейший как пух посмотрите с хрустящей корочкой шикарнейший хлеб очень советую пробуйте меняйте начинку каждый раз у вас будет получаться другой по вкусу хлеб совсем другая покача наслаждайтесь супер друзья мы порезали еще кусочек покачи посмотрите какая она все-таки внутри вот первый слой который я отрезала первый кусочек не такой прям был не так было хорошо заметно посмотрите сколько дырочек посмотрите вот здесь тоже в общем просто суперская фокача птенец сидит клюет тоже да ты кушаешь я сейчас будем пафли тоже достанем